Возвращаясь к тому, что происходит сейчас в Крыму, из Франции, возвращаемся назад, вы как человек, который возглавляет исторический музей, человек увлекающийся историей, усматриваете какие-то параллели, аналогии, может быть, в первую очередь, с точки зрения, конечно же, крымскотарского контекста, то есть позиция крымских татар, они опять оказались между молотом и наковальней, как уже не раз это бывало в истории крымских татар. Вы знаете, в нашем музее существует история всей экспозиции крымского ханства. Я вот на все события смотрю через контекст нашей государственности, в том числе о законности, незаконности. История, она о чем говорит? Были похожие события, где-то параллели можно провести, это, конечно, с концом XVIII века, когда заключение Кучука-Наджирского договора 1774 года, потом манифест Екатерины 1783 года. Я здесь хотел бы... То есть манифест Екатерины это практически послание Путина с федерального собрания? Да, по большому счету? По большому счету, да, очень похоже, в принципе. Единственное, на что хотел бы обратить внимание. Сейчас наш народ беспокоится, потому что видят военных в Крыму, видят изменения, изменения статуса Крыма, полуострова. Я хотел бы сказать о том, что вот в конце XVIII века одна из ошибок с нашей стороны... Ну, понятно, что Крым был завоеван, но часть нашего, скажем, не нашего, общества того периода, оно сделало несколько иные выводы. Они боялись христианизации, там, русификации. И началась паника, и стали люди покидать... Массовая эмиграция. Причем, да. Три волны, причем. Ну, каждая волна связана по своим причинам, имеет свои причины, но вот были и такие причины. Поэтому я хочу сказать, что нам нужно быть спокойным. Да, ситуация непростая, но в любом случае не нужно покидать Крым. И я хочу сказать, что те крымские татары, которые здесь живут, это все-таки являются потомками тех людей, которые остались. И в первой, и в второй, и в третьей волне, это те, которые наши бабушки, дедушки пережили депортацию, и мы вернулись. То есть у нас очень сильный генофонд, стержень. И я немножко скажу о нашем комплексе. Вот на территории комплекса есть мавзолей первых Гераев. Хаджи Герая, Мегли Герая и Сахиб Герая. И есть могила великого просветителя Исмаила Гаспринского. Вот я задавался всегда вопросом, как они завоевали мир. В свое время Герая были центром всей этой Восточной Европы 500 лет назад. Исмаил Гаспринский, свои газеты, своими идеями. И я одно понял, что у одних был дух, а у Исмаила, обеих, был и интеллект. То есть у каждого свое оружие. Поэтому я считаю, что сегодня мы можем выиграть при наличии духа и интеллекта. Именно двух, ну нельзя иметь дух и не иметь интеллект. Или интеллект без духа. Именно вот два коммунитативных таких критерия должно быть. И если это у нас, на у нас есть, мы это должны пропагандировать. Культивировать. Культивировать, да. И любые, вот сейчас будут изменения, они по-разному нас коснутся. Ну, учитывая, что наш народ сейчас един, он понимает. Ну, единство должно быть не только перед какими-то нехорошими событиями. А единство должно быть и его развитие. То есть очень важно, чтобы мы сегодня пересмотрели многие свои аспекты общества. И применяли уже, наверное, какие-то интеллектуальные решения. Тем более, вот я хочу обратиться к нашей молодежи, которая училась в Турции, в Украине, в Европе. Чтобы они, ну, где-то они сейчас находятся, может быть, вне Крыма. Чтобы они собирались здесь, должны общаться. Какие-то идеи приносили. И ни в коем случае не оставлять вот ситуацию. Нужно быть активным в сохранении народа. И самое главное, что если мы здесь сохранимся, то я вот уверен, что, ну, как даже после обращения Путина, был до этого на 70%, а сейчас на 90%, что крымских татар впереди ждет хорошее. Почему? Потому что, как я предполагаю, уже ситуация все-таки на нашей стороне. Посмотрите, Россия, как говорят о крымских татарах, Украина, мировое сообщество. Сейчас, не знаю, какое государство, не скажешь, что крымские татары... Все хотят заучиться поддержкой Крымской. Да, у каждого свои цели. И, безусловно, это игра. Это в истории ханства было такое, Бахчисарайская аукцион или крымская аукцион, его называли. Когда ханам приезжали послы из России, из Москвы, послы из Большей Литвы. И шел переговоры, какую страну Крым поддержит, а какую нет. И, соответственно, та страна, которая хотела выиграть, конечно, должна была что-то дать Крыму. Осыпать дарами, да? Ну, можно и так, или инвестициями. А, Глирдий, ну вот вы сказали, что, вы упомянули, что у вас юридическое образование. А как юрист, как вы оцениваете это? Вот что сейчас ждет людей? То есть, ну, мы говорили уже о том, что музейные экспонаты, да, совершенно непонятно. То есть, они просто одним махом перекочевывают в другую страну, да, без всяких таможенных, там, как говорится, препятствий и прочего. И просто становятся достоянием другого государства. А вот еще, житейские вопросы, бытовые. Что ждет людей? Ну, конечно, в моей практике такого не было. Чтобы вот так... Какое вообще государство? Да, законодательство. Да, законодательство. Вот было постановление о независимости Крыма от 18 марта. Нет, от 17 марта. Я вот его просмотрел. И оно говорит о том, что украинские законы у нас действуют. Ну, те украинские законные акты, подзаконные акты на территории Крыма действуют, если они были приняты до 21 февраля 2014 года. Это вот связано с событиями. После этого они уже не действуют. Ну, на следующий день, вот сегодня мы уже, согласно российскому законодательству, получается, вот начинаем процесс. То есть, Крым был независимым один день? Ну, получается, да, 24 часа. Этот день войдет в историю, день независимости Крыма. Да, один день. Ну, это тоже... 17 марта. Я думаю, что, получается, Крым был независимым для России. Ну, опять-таки... Ну, да, 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 только для России. Я имею в виду, я формально ко всему отношусь. Потому что все мировое сообщество эту независимость, естественно, не признало и не признает, я уверен в этом. Ну, вы знаете, здесь может быть же два развития событий. Либо Крым будет интегрироваться уже в российскую государственную систему, в российскую экономику, политическое пространство. Либо может быть и такой вариант, что через несколько лет или через иное время Крым может быть более самостоятельным в силу каких-то причин. Потому что вопрос... как бы точка еще не поставлена. Конечно, я вижу, что мир меняется, вообще мироустройство само меняется на наших глазах, да. Меняются принципы межгосударственных отношений. И сейчас, как бы, если мы еще там до 2014 года могли как-то прогнозировать какие-то вещи, да, ну, по крайней мере, основываясь на логике, основываясь на каких-то там, ну, историческом опыте, то сейчас мы столкнулись с какой-то вот, ну, с каким-то там абсолютно новой реальностью, когда фактически действует принцип «кто сильнее, тот и прав», по большому счету, да. Да, что закон, что дышло, куда поверну, туда и дышло. И вот весь этот фарс, конечно, с референдумом, потому что сначала на референдуме стоял вопрос о присоединении к России. И большинство людей, жителей Крыма, которые участвовали в референдуме, проголосовали за первый пункт в референдуме. Однако крымская власть, вместо того, чтобы утвердить то же, за что проголосовали жители Крыма, почему-то объявила о независимости Крыма, да. То есть, мне, например, это показалось полным фарсом. Вот как вы считаете? Даже с юридической точки зрения. Голосовали за одно, приняли другое. С юридической точки зрения у каждого есть своя логика. У них вот необходима была независимость, они ее приняли, был референдум, они на заседании Верховного Совета утвердили, ну, и затем, конечно, идет процесс вступления. Для кого-то это покажется, может быть, для вас и для многих, что это был некий фарс. Здесь, знаете, точку ставят, не мы ставим точку, точку ставят суды вообще-то, во всех спорах, во всех действиях. Я вот только отвечу еще, дополню, отвечу на тот вопрос. Мы сейчас должны, как бы, ну, я вот жду сообщения со стороны крымской власти, когда, в какие сроки, ну, по их мнению, начнет действовать российское законодательство. Дело в том, что сейчас в этой сфере тоже получается масса вопросов, в том числе судебная система. Многие же судьи, не многие, а все судьи, они же обучены украинскому праву, практика, адвокаты, юристы, нотариусы, да, практически все общество, которое регулирует. Ну, вот будем смотреть, какой переходной период. Уголовный кодекс, опять же, милиция, прокуратура. Ну, все, все, все. Ну, я думаю, что, конечно, в нынешнем контексте это все будет обусловлено действием российских законов и вопрос в том, когда начнут, какие законы действовать на территории Крыма. Вульверби, в завершении нашей беседы, я знаю, что вы позитивный человек, всегда стараетесь сохранять позитивное отношение ко всему происходящему. Поделитесь своим позитивом с нашими телезрителями. Ну, я хочу сказать, правда, может быть, ситуация нестандартная. Ситуация... Ну, я опять уже говорил и еще раз повторю, что вот в конце этого туннеля крымских татар ожидает свет. Потому что все-таки мы многое что увидели, мы многое что... Ну, где-то, не где-то, всегда страдали. И я уверен, что все будет хорошо. Безусловно, мы вот смотрим новости, видим какие-то события происходят. Но самое главное, что сегодня нужно для Крымских татар, о чем думать? Это что есть мир, это уже хорошо. И второе, что мы будем думать и о духовной сфере, о культурной и об экономике. Это очень важно, потому что... И вот здесь мы должны уже по-иному смотреть. Ну, я уверен, что наша молодежь и у нас очень грамотная молодежь, закончила разные факультеты, экономики, менеджеры и так далее. Она свою еще лепту внесет. И мы из этой ситуации, конечно, выйдем с минимальными потерями. А может, даже и приобретем что-то. Может, даже и победителя. Ну, я думаю, что победитель обязан, может быть. Спасибо большое. Слава у нас, Гулливер Бе. Я напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был учредитель и директор Крымского исторического музея Ларишес Гулливер Альтин. Не переключайтесь, у нас еще будут интересные собеседники.